Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапрегион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. 1 сентября, 3-й класс, сядет в отремонтированный кабинет с мебелью, с мультимедийным оборотом. Добро пожаловать в мир знаний. Готовность школ проверили анапские депутаты, а наши корреспонденты посчитали, сколько стоит собрать ребенка в первый класс. Киношок без сюрпризов, в принципе, быть не может. И сюрпризы будут. Что нового ожидается во время проведения традиционного фестиваля – эксклюзивное интервью с организаторами. Главное – мотивировать на любое мероприятие, чтобы они хотели и сами горели тем, что они будут делать. Море тепла и хорошего настроения. Последняя смена в одной из крупнейших на Черноморском побережье детской здравницы закончилась традиционным костром и концертом Дианы Гурцкой. Начнем с одного из главных событий – празднование Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечался вчера и закончился лишь поздно вечером большим праздничным концертом. А перед этим молодежь города Курорта и также сотрудники Международного фестиваля творчества юных из России и Беларуси возложили цветы к стеле воинской славы, а затем выступили на главной площади Анапы. Там же вручили паспорта жителям муниципалитета, которым исполнилось 14 лет. Подробнее в нашем сюжете. Две корзины. Одна из них символизирует Россию, другая – Республику Беларусь. У двух дружественных стран общая история с общими же трагическими страницами, одна из которых – Великая Отечественная война павших и героев, которые неизменно чтят по обе стороны границы. Сегодня законы, которые касаются повседневной жизни граждан двух стран, максимально унифицированы в рамках союзного государства. Мы очень многого добились в том, что касается образования. Мы очень многого добились в унификации законов в том, что касается труда и обеспечения безопасности труда. Мы очень многого добились здравоохранения. Поэтому мы знаем, что гражданин России или Беларуси, приезжая на ту или иную территорию, может спокойно получить работу, получить все трудовые гарантии, может спокойно получать образование, имеет право на общежитие и на стипендию. Внутренние паспорта, которые получают на главной городской сцене анапчане, которым исполнилось 14 лет, сегодня удостоверяют личности на территории Республики Беларусь. Так же, как и паспорта ее жителей действительны в России. Документы вручают в день государственного флага страны. Позвольте мне от лица главы нашего города Юрия Федоровича Полякова поздравить нас всех с этим действительно знаковым праздником нашей страны. Что может быть важнее, чем флаг Российской Федерации, символ государственности нашего Отечества? На всех объединила курортная Анапа, город курорт Анапа. Вы все приехали абсолютно с разных уголков страны. Мы рады вас видеть и рады, что вы сегодня здесь с нами на этой концертной площадке. И, наверное, не просто мы сегодня нашим юным гражданам Российской Федерации в торжественной обстановке вручаем их главный документ в жизни. Паспорт гражданина Российской Федерации. Как символ самостоятельной жизни, как символ правильных поступков, добрых дел во имя Кубани на благо России. Ну, для меня это очень важный момент. Я выходил, я очень нервничал. Даниил, один из тех, кому в этот день вручили паспорт, он живет в Анапе. Думает на перспективу, хочет стать программистом. Читает много дополнительной литературы. Для меня сфера деятельности, мне она понравилась. Тем более сейчас, в наше время, нас просто повсюду окружают компьютеры. Во-первых, мы получали паспорт в 16 лет, а не в 14. И, конечно, у нас не было такой торжественной обстановки. Я первый раз такое вижу. Торжественность, а также веселье добавили выступления участников фестиваля «Творчество юных». Праздник, посвященный Дню Российского Флага, завершился концертом. Александр Ребекко, Никаев Григорьев, Анапа. Регион. 1 сентября не за горами. Анапские депутаты проверили готовность школ к новому учебному году. Выездная профильная комиссия инспектировала пожарную безопасность, ход ремонтных работ, комплектацию классов и столовых. Вместе с народными избранниками в проверке участвовала и наша съемочная группа. В школе номер 2 почти 900 учеников. Здание соответствует всем пожарным и санитарным требованиям. Во всех кабинетах установлены светодиодные лампы, обновлено покрытие пола и стен, оборудованы спортзалы, душевые комнаты и раздевалки буквально отстроили заново. Позаботились и о комфорте первоклассников, выделив для них новые кабинеты. Уже фактически за бюджетные денежные средства оплачено. То есть город нам все приобретает. Поэтому 1 сентября 3-й первый класс сядет в отремонтированный кабинет с мебелью, с мультимедийным оборудованием. Следующая остановка в школе номер 6. В этом году здесь появится 8 первых классов. Как отмечает директор школы, увеличение количества учеников связано с миграцией. Многие первоклассники приехали с родителями в Анапу из других регионов страны. Для детей обустроили кабинеты, провели косметический ремонт. Оригинально подошли и к игровой зоне, чтобы занять школьников на перемене активными и развивающими играми. То есть здесь у них счет, а с той стороны у нас там вот такой змей, там алфавит. То есть дети могут выстраиваться, стоять по буковкам. Сельские школы не отстают по техническому оснащению от своих городских коллег. Субцехи 1 сентября за парты сядут более 1 тысячи детей. Акцент делают на инновационных технологиях обучения. В класс информатики будут закуплены ноутбуки, а все компьютеры подключены к единой локальной сети. Вот сейчас, если говорить предварительную оценку, надо сказать, что да, Да, действительно, наши учебные заведения подготовлены к приему наших детей. Для нас это очень радостное, волнительное событие. Мы тоже переживаем, так же, как и они, и делаем максимально от нас возможное. По словам комиссии, остались финальные работы – косметический ремонт и уборка мусора. В некоторых школах необходимо устранить небольшие погрешности в столовых и системе пожарной безопасности. В целом же, по оценке депутатов, школы полностью готовы к началу учебного года. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Бергалиев, Анапа-Регион. Готовятся к новому учебному году и родители школьников. Канцелярские принадлежности, книги, портфели, школьная форма, ассортимент в анапских магазинах большой. Однако, как отмечают родители, при всем многообразии выбора важно приобрести качественные и удобные вещи, и при этом не упустошить кошелек. Во сколько обойдется собрать ребенка в школу, узнали наши корреспонденты. Белая рубашка, классические брюки, обувь и школьный рюкзак – это далеко не полный чек родителей, собирающих своих детей в школу. Ученики начальных классов быстро растут. Покупать новую форму приходится каждый год. Обычно мы берем блузки, юбки, заколочки, ну что еще, колготки, брюки как-то брали пару раз. Зависит, конечно, в каком магазине одеваешься, обувь покупаешь. Ну так, наверное, около 20 тысяч, наверное, в среднем где-то так выходит. Чтобы поход по магазинам перед первым сентября не ударил по семейному бюджету, эксперты советуют обойти несколько магазинов. Бывает так, что выбор один и тот же, а вот цена может оказаться на порядок выше. Она также зависит от пола и возраста ребенка. И, конечно, в магазинах, если позволяет кошелек, можно приобрести брендовые вещи из самых новых коллекций. Если говорить о подготовке к школе девочки, то средний чек на девочку, наверное, скорее всего составит тысяч 6-7. Там можно в этот чек включить и юбочку, и брюки, и две-три блузочки, и сарафанчик. Ну и, конечно, для девочки сопутствующие товары – это красивые заколки, резиночки, колготки и гольфы – тоже все здесь можно одновременно приобрести. Опытные родители советуют заглянуть на рынок. Аренда торговых точек не обременительна. Продавцы могут позволить себе снизить цены и охотно торгуются. Эксперты говорят, что выбор школьной одежды намного больше в начале июля. Зато в августе покупателей порадуют щедрые скидки. В среднем комплект школьной формы, включающий в себя обувь, брюки, рубашку и пиджак, может обойтись родителям в 4 тысячи рублей. Консультанты советуют выбирать универсальные вещи, приближенные к классике. Я бы, наверное, порекомендовала брючки. Вот такие вот. Они самые продаваемые на сегодняшний день. В чем преимущество их? В том, что они идут не классика, но и под классику. Многие мамочки сейчас не хотят одевать и дети в том числе классику. То есть ее нужно гладить, стрелочки выглаживать. А эти брючки, они выглядят как классические, но без стрелок. Однако не все могут позволить себе новую школьную форму. В Анапе действует ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В рамках проекта, организованного Центром социального обслуживания населения, любой желающий может оказать посильную помощь анапчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе ярмарки «Вторые руки» специалисты Центра принимают детскую обувь, школьную форму и рюкзаки. Подхватили эту идею и некоторые предприниматели. На улице Крымская 100А собирают детские вещи. Их бесплатно отдают семьям, стоящим на учете, чтобы подготовить их детей к новому учебному году. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Последние дни уходящего лета, согласно прогнозам синоптиков, обещают быть солнечными и жаркими. Между тем, МЧС напоминает, что на этой неделе в Анапе введен особый противопожарный режим и настоятельно рекомендует соблюдать правила обращения с огнем. В минувшие выходные пришлось подключать авиацию, чтобы потушить плавни около станицы Анапской. Тогда брендмистеры в течение почти двух суток боролись со стихией. О причинах, а главное, о мерах по предотвращению пожаров. В нашем интервью с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрием Сухановым. Возвращаясь к событиям минувших выходных, в чем была особенность этого пожара и в чем была сложность при его тушении? Особенность данного пожара была огромная территория распространения огня на большой площади до 12 гектаров и непроходимость, невозможность попасть к месту горения. Опять же, ветер сильный и сухая погода засушливая. Сотрудники 11-го отряда, рискуя своими жизнями, пошли дотушивать. Где-то по колено, где-то по пояс проваливались в воду. Станица Анапская. До этого горела трава около станицы Боговещенской. Вот чего здесь больше человеческий фактор или природа сыграла свою роль? Наиболее вероятной причиной возгорания всех пожаров является человеческий фактор. Потом уже остальные причины, такие как короткое замкание электропроводки, взрыв и тому подобное. У нас же не только трава горит. Много очень людей, отдыхающих особенно, разводят костры в лесной зоне. Тот же утришь. Что там творится, одному Богу известно. И это легко может привести к трагедии. Да, вы хорошо подметили, потому что в этом году у нас уже произошло 5 загораний лесного фонда. Все из них, опять же, возвращаемся к тому, что человеческий фактор. Люди приезжают на машинах, отдыхают, разбивают палаточные городки и приготовляют еду на костре. Опять же, сильный ветер, все это раздуло, там хвои много, там много уже опавших листьев и тому подобное. Опять же, мусор оставляют за собой. И все это опять приводит к возгоранию, к большому материальному ущербу. Ну, пока что пострадавших, погибших на данных пожарах не было. Но и это может привести к гибели и травме людей. Сейчас, я думаю, самое главное, прононизировать то, что случилось, посмотреть статистику и сделать выводы. Вот все-таки, где у нас здесь эти самые слабые места? В 2018 году произошло 78 пожаров. Аналогичный период прошлого года 79. Тут вроде недалеко ушли, но уже чуть-чуть, я так думаю, догоним. Загорание сухой растительности в этом году 182 случая. Аналогичный период прошлого года 36. Увеличение более чем на 400%. Загорание мусора в этом году произошло 329 загораний. Аналогичный период прошлого года 224. Увеличение на 105 случаев, то есть 46% загорания. На пожарах в этом году погибших не зарегистрировано. Значит, аналогичный период прошлого года опять же 6 человек. Ну, тут у нас как бы все хорошо. Травмировано 7 человек, в том году 13 человек. Многое нам надо сделать. А конкретно, чтобы оградить подобные случаи, как было у нас в субботу и воскресенье, необходимо опахивать сельские округа, убирать сухую траву с приусадебных участков, ни в коем случае ее не сжигать, вывозить. Каждое помещение, даже живой дом, необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения, такие как огнетушитель, бочка с водой, лопата. Раньше это все было, но уже забылось. Люди как-то уже халатнее стали относиться к пожарной безопасности. Каждый человек должен задумываться, что он в жаркую погоду, в ветреную, разводит костер, бросил бычок в сухую траву. Все это способствует началу пожара и приводит к большим материальным потерям, не дай бог, к человеческим жертвам. Спасибо большое за этот разговор. До открытия 27 кинофестиваля «Киношок» осталось чуть больше недели. Со 2 по 9 сентября в город-курорт съедутся знаменитые артисты, режиссеры со всей страны и бывших союзных республик. В рамках открытого кинофестиваля на соцзрители будет представлено около 70 фильмов. Фестиваль «Киношок» был создан в 1992 году. Объединение бывших союзных республик – одна из главных целей кинофестиваля. Организаторы не отказались и от международного формата, включив программу фильмы стран таможенного союза. Церемония открытия пройдет на главной концертной площадке Анапы «Летней эстраде». С приходом моего хорошего друга и авторитета в мире кино и театра Сергея Новожилова, на минуточку, академика, он, конечно, будет яркий. Во всяком случае, открытие и закрытие, я уверяю, ну просто, зная Новожилова, его почерк, зная его соратников, неинтересно не будет. Ну а как без сюрпризов? Если это киношок, без сюрпризов, в принципе, быть не может. И сюрпризы будут. На галоконцерте жители и гости курорта смогут увидеть таких известных артистов, как Максим Аверин, Ольга Кабо, Наталья Бочкарева и Олег Волков. В рамках фестиваля пройдет пять конкурсных кинопоказов. В телевизионном конкурсе зрители сами смогут проголосовать за понравившийся фильм, а лучшую картину киномалышка определит детское жюри. Одной из заглавных тем всего фестиваля станет 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ. День российского флага совпал с закрытием последней в этом сезоне смены в одной из крупнейших на побережье детских здравниц. Юные отдыхающие расставались с морем, солнцем, но и радовались новым друзьям со всей большой страны. Песни в исполнении Дианы Гурцкой, лиричные и трогательные, если веселье, то с небольшой грустинкой, почти полностью соответствовали атмосфере на трибунах стадиона одной из крупнейших на побережье детских здравниц. Для четырех тысяч мальчишек и девчонок, юношей и девушек этот праздничный вечер означает прощание друг с другом с Анапой. Для руководства это последняя смена в сезоне. За лето здесь отдохнули более 20 тысяч юных граждан практически со всей России. Они купались в море, ходили на экскурсии, познавали мир в игровой форме. В этом году один из санаториев стал компанией. Каждый начинал рядовым сотрудником, но мог придумать собственный бизнес-проект, защитить его и стать менеджером, а в перспективе и топ-менеджером. Они планировали деятельность своей фирмы, придумывали эту фирму, кстати сказать. Предлагали новые виды деятельности со свойственной детям непосредственностью и полетом фантазии. Это у них получалось достаточно здорово. Наши дети в достаточно юном, в своем школьном возрасте уже в принципе готовы и должны начинать готовиться к своей взрослой жизни. За это лето друзьями юных отдыхающих стали более тысячи вожатых студентов педагогических вузов. Сегодня мы просим вас выполнить еще одну серьезную и ответственную миссию. Это показывает том, что я работала в следующий год. Это все подачи и значки. И лучшие по профессии каждого корпуса. Это наш СОИ Карелия и мой отряд. Этого можно поаплодировать. Студенческий педагогический отряд «Приектор». Это называется «Бойцовкой». Помимо знаков отличия, на ней значки подарки на память от коллег, а также воспитанников. Елена Бехтерева из Петрозаводска, Республики Карелия. По образованию педагог-психолог. Учится в магистратуре. Считает работу в детском лагере уникальным опытом. В частности, по отвлечению детей от интернета. Кто-то хорошо рисует, кто-то замечательно поет, танцует. Мы их привлекаем к тому, что им не все хорошо получается. Главное мотивировать на любое мероприятие, чтобы они хотели и сами горели тем, что они будут делать. И наша задача также гореть вместе с ними, и тогда они будут заниматься чем-то очень хорошим. Среди тех, кто зажигает традиционный костер, девятиклассница Анастасия Козлова. Девушка увлекается иностранными языками. Здесь она избранный мэр города Солнца. В санатории, где отдыхала девушка, юные отдыхающие выбрали самое настоящее местное самоуправление. Анастасия решила выдвинуть свою кандидатуру и ее избрали. Моя программа понравилась многим отдыхающим нашего корпуса. Я предлагала вести разные мероприятия, изменения в дискотеках. Те, кто хоть раз бывал в детском лагере, наверняка помнят эти моменты. Анастасия, как говорит она сама, возит с собой море тепла, любви и хороших впечатлений. Закончилась летняя сказка для того, чтобы уже в следующем году в нее смог попасть кто-то еще на главном детском курорте страны. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова